всем привет мои друзья и снова с вами макс раур и сегодня у нас интересная будет тема видео а тема выбор новой базы для автодома значит смотрите какой момент для себя я понял что моя семья не хочет жить в автодоме до 23 дня переночевать максимум нормально в остальном случае все же они хотят ехать в отеле им комфортнее удобнее душ туалет все же который находится в зданиях поэтому получается что надобности большой в большом микроавтобусе либо небольшом микроавтобус автодоме нету мне нужна теперь база дома на колесах микроавтобуса или минивэна с тем расчетом что можно было переночевать можно было приготовить еду можно было ну помыть посуду после приготовленной еды но главный фактор того что можно переночевать в тепле то есть если Например, я беру машину, еду путешествовать, мы не нашли отель, либо в этом месте отели дорогие, мы переночевали в машине. На следующий день, например, поехали в какой-то другой отель. Какие я рассматриваю варианты БАЗ? Это Т-4, потому что цена на выводе по зону у меня до 5 тысяч долларов, так как я продал свой микроавтобус до 5. Это Спринтер, это Элтеха и, наверное, все. Ну и, может быть, какие-то еще интересные варианты. Было бы прикольно, наверное, Бухангу взять, но я понимаю, что в Европу я на ней не смогу. Да, машина ориентировается на Европу, поэтому очень важный момент – это расход топлива. Хотелось бы 8 литров. Будем искать. Так что, друзья, не забудь поставить лайк, подписаться, написать комментарий, нравится тебе эта вообще тема или нет, или вообще нафиг я это снимаю. В общем, пишите, поддерживайте. Под видео есть ссылочки на различные варианты поддержки канала Макс Травер, различных проектов. И приятного просмотра. А теперь погнали! Ну и, конечно, первый автомобиль мы сейчас пойдем посмотрим. Это будет Т4 или транспортер, или... Наро транспортер. Пошлите. У нас Volkswagen T4 Caravella. Вот такой есть микроавтобус. Сидения рваные. Он стоит всего лишь 3 тысячи. Короткая база. Окно открывается. Кстати, вроде как неплохой вариант. Все менять, доделывать. Ну, все же, что-то. Чем же он приколен? Ну, тем, что он маленький, как легковой автомобиль. Можно использовать на каждый день. Довольно экономичный. Бывает 7-8 литров ест топлива. Переночевать в нем можно. Установить, сделать закрывать. На что бы сидения откидывались. Сделать вариант какой-нибудь умывалки, газовой горелки. И пойдет. Это самый маленький представитель, который мы смотрим. Да, здесь уже надо все ввинять. Даже какая-то шумка. Тут лист металла. Потолок тоже не в лучшем качестве. Скажем, такой бы еще, ладно, за полторы-две тысячи, может быть, и можно взять. Ну, по приборке. Ну что, тут, конечно, здесь ржавчина. Да, уж. Конечно, так все. То этот Volkswagen, конечно, это хлам. Он стоит 3 500, 1,9 вроде бы ТДИ. Или просто 1,9 без турбины. Но это прямо жопа. То есть, там, во-первых, переваривать. Он еще похабно сделан. Пороги надо менять. Задняя дверь не закрывается. Некоторые окна отклеиваются. База, ну, такой я бы, наверное, ну, еще за полторы, как я уже сказал, я бы забрал. Ну, будет дороже, нет смысла. Ладно, посмотрим чуть побольше размер на базе спринтера. Алло, добрый день по поводу мультивана. Я хотел попробовать поискать вариант еще, конечно, это Калифорния. Volkswagen T4 Калифорния. То есть, это изначально заводской дом на колесах. Но обычно на него ценник такой хороший. Поэтому есть тоже вопросы. Во-первых, либо они дорогие, либо они будут ушатаны, либо их нет. Скажу так, что спрос на дома на колесах очень реально поднялся. И когда я продавал свой микроавтобус Mercedes T1 почтовика, звонило до трех человек в день. То есть, раз в день кто-нибудь, ну, звонил, что-то спрашивал, либо писал. То есть, сейчас на данный момент на рынках даже России, вот я сейчас автору открыл, мы можем увидеть, что есть только два варианта Калифорнии. И то за большие деньги. Ну, вот смотрите, неплохой вариант. 98-го года, 4,400, цена нормальная, то есть, за 4 его можно забрать. Механик, 2,5 дизель, ну, и он пассажир. Почему я рассматриваю вариант вот таких сейчас? Во-первых, потому что, чтобы было написано легковой. Дешевле страховка. Следующий момент. Не запустят себя на грузовую таможню. Но, кстати, есть один минус. Сейчас, в период пандемии, если у тебя есть грузовой автомобиль, ты выписываешь ЦМР-ку, и ты из Беларуси в Россию можешь спокойно переезжать, типа ты везешь груз. На легковом так уже не сделаешь. Ну что, звоню, уточняю, и получается ситуация такова, что если мы говорим, как проект, купить, переварить, как я делал ранее, свою, то можно, начиная цены от 2,5 до 4 тысяч долларов. Ну, скажем, более живые 4, хламы есть по 2,5. Переварка кузова нужна будет. Но это как бы не страшно. Вопрос цены, но как бы там покраска, шпаклевка, что-то такое надо будет. Это не критично. По поводу варианта того, чтобы купить и поехать, то сразу ценник уже 5-6. То есть кто что-то сделал. Вопрос другой, что когда ты уже переварил, ты знаешь, что ты сделал, как сделал. Потому что есть некоторые люди могут так сделать, что оказывается, что там какой-то, не знаю, ролл-тон будет или пена. Вот че вопрос. То есть, знаете, для продажи. Если ты для продажи его не готовил, то как бы и вроде нормально. А если ты для продажи подготовил, то уже как бы может быть и все быть плохо. То есть как бы продавать, понимать, что, блин, ремонтировать уже не стоит. Стоит ли такое брать? Ладно, сейчас едем, посмотрим базу спринтера. Посмотрим, насколько нам такой размер подходит и интересен. То есть я не собираюсь делать душ, я не собираюсь делать туалет. Если будет даже и душ, то он будет только снаружи. Как бы летний, скажем, вариант. Если говорить о том, чтобы руки помыть, то будет небольшой рукомойник, литров на 20 воды, на 30 плюс-минус. И будет, естественно, плита, чтобы приготовить было еду. Я рассматривал еще варианты американских производителей, типа GMC, на Chevrolet, но там, конечно, 5,7, пусть на метане, но огромнейшие расходы. И все равно ценник этих машин начинается от 5 и выше тысяч долларов. Для России можете перевести курс 75, можно умножить эту цифру на 75. То есть как бы немаленький. То есть, скажем, если брать технику, на которой хочется там некоторое время поездить, когда успокоенно продать, то это вопрос. Есть еще так называемый сориентабельность машин. То есть, например, Т-4 его будет лучше и легче продать в хорошем состоянии, проще продать, чем того же спринтера и ЛТ. Почему? Ну, не знаю, мне почему-то кажется, что это как бы, знаете, как легковой автомобиль. Спринтер это все же уже как грузовой. Ну, как люди воспринимают. Это уже большая машина. То есть, а Т-4 это уже как семейный. Поэтому, наверное, может поэтому они и ценятся. Но он и меньшего размера. Соответственно, ты уже не в рост не встанешь. Есть, конечно, подвышенные. Есть лонги. Но у них цена, вот есть убитые 2,5, а есть в нормальном состоянии где-то 6,6 500. Вот у нас спринтер. Неплохой вроде как вариант. Подвышенные. Сейчас потом посмотрим, что за он. Это у нас уже... Менять, да, надо? Я думаю, может, не менять нужно. Коврик. А, ну все уже. Тут замена, да? Тут переваривать надо. Ну, конечно, много моментов таких. А, у вас даже перегородка стоит? Ну, я как бы для себя ее поставил. Ага. То есть, просто из ланеры какой-то? Мне она нужна. И зимой ей прохладно. Пусть нету дополнительного обогревателя. Все же. Ну, высота нормальная. Здесь получается больше метра 80. Ну, он как по документам легковой, правильно? Он идет легковой. Легковой фургон даже без места. Я проходил техосмотр, но у меня стояло вот это сидение, и никто мне ничного не говорил. Да, потому что бывает в России уже вопросы иногда, типа, где ваши все места. Ну, а здесь нормально. Типа утепления. А окна же никакие не открываются, да? База неплохая, высокая. Два метра сзади. Сзади, то есть, ты можешь сделать нормальную кровать. Два метра на метр восемьдесят шириной. Это очень круто, потому что два метра длина. Ну, метр девяносто, скажем, два, это отлично. И ты еще можешь при этом сделать шириной метр восемьдесят. Вот это вообще прекрасно. Ну, там может метр семьдесят пять. Тогда ты можешь спокойно спать троем. То есть, ребенок и ты двое. То есть, я уже сейчас рассматриваю такой вариант. То, что мало места получается, естественно, или нету для... Биотуалета. Ну, это не страшно, как я уже говорил, что я планирую. Биотуалет, но он будет такой вынес для экстренных случаев. Ну, конечно, ушатанный. Получается, что очень важно, чтобы вы сами определились, что вы хотите на этом доме на колесах. Да, если вы вдвоем и спокойно на Т4, даже и с ребенком, сможете и жить, и путешествовать, ну, скажем, и долгое время. Вообще, скажем, образ жизни, что на яхте, а у меня он также немалый опыт был, то, что на доме на колесах все же какой-то никакой он также есть. Я понимаю, что, ну, есть вопросы. Есть вопросы, потому что вот это узкое пространство хочется шире, хочется больше. Поэтому, конечно, комфортнее отель. Но иногда, когда начинаешь задумываться о том, что вот надо ехать в какой-то отель, смотреть, очень много тратить на это времени, и ты понимаешь, что, блин, лучше бы вот переспал бы у себя, и все. Но, опять же, нас окружают наши любимые люди, которых мы не хочем сковывать. И, понятное дело, например, с маленьким ребенком жить в автодоме, это достаточно сложно. Еще другой момент, что к чему мы стремимся. То есть, если ты говоришь, что я хочу поехать один путешествовать, то, например, база Т-1 моего была, либо спринтера, она отличная. База Т-4 тоже подходит, Т-1. Все равно в любом случае ты будешь где-то там гулять, либо валяться, либо что-то там играть, скажем так. Жизнь, она так проходит. Но если говорить с семьей путешествовать и жить, то, конечно, надо макси-базу, надо большой, то 7 метров или 7 метров, чтобы ты мог спокойно проводить много времени. Ну и, опять же, готов ли ты жить всю жизнь, ну или не всю жизнь, а даже пару лет в микроавтобусе? Это тоже такая тема. Сейчас мы, друзья, посмотрим мультиван. Мультиван чем классно? У него есть столик, у него есть держатели, и у него диван сразу же складывается под кровать. Это неплохой, огромнейший бонус. Так, ну вот у нас и Т-5, и Т-4. Уже как бы что-то обливали, да, его делали? Он вообще-то был, когда я покупал, по полутору. Ага. И перед этим он был такой вот, и селый, тот плотчик, я не знаю, как рука захотел. Вот так? Ага. Ну, по салону красивый. Ну, я тебе скажу, и как бы, только просматриваю за машину. Ага. Я скажу, она стоит, я этого как-то взял, она стоит, я еду, но не пару раз. Ага. Ну, а дочка говорит, давай уже возьмем голову. Попался здесь. Кто-то сам раздвигается, я на рыбалку на нем еду. Как бы так упал. Ну, он не ляжет уже, да, так? Он ложится, только он выше, да? Ну, как бы, ты знаешь, удобно. Я тебе скажу, вот. А как он вообще? Здесь у нас получается простая система, да? Поднимем. Ага. Напускаем. Так, это мы убрали. А сиденья эти не поворотные, да? Нет, они только снимаются, там за счелку раз, она рыбка вынес, они не ворачиваются. Ну, тут хорошо, здесь хоть подлокотники есть. Я перелазлю свои звони. Так, а это, получается, у нас вот эти подлокотники, подголовники надо убирать. Это, да, он, типа, должен был ложиться. Знаешь, я не убирал. Я, как бы, удобно сказать, эти раскидываешь, и ноги это... Куда вытягиваешь, ага. Ну, да, баллон, получается, конечно, немножко убирает это пространство, но зато... Ну, он еще двигается сюда, ну, я как бы... То есть, сюда вытягивается, типа, больше, да-да-да, я понял. Ну, такой, вы знаете, просторный. Не, мультиван, конечно, поприятнее. То есть, он сам по салону поприятнее. Эта машина 6,5 стоит. Тут есть вот еще заглушка ставится, столики. Можно перелезть и прийти к своим сесть. Нормальная тема. Да, не так, как удобно, как было в моем, но все же. Ну, на газу. Во-первых, пахнет газом. Второе, то, что подтраивает. Ну, на 86 литров, там, баллон 100 литровит. А, ну, лазит 80. Ну, залазит 80. Коробку пятую я включаю только после 80, либо 90. Коробка длинная, поэтому так вот раз и порвали. Это, конечно, классная тема, что раз и сразу столик. Надо. Трансформировал в кровать, поспал. Не надо. Мне бы, вот, хотелось бы, конечно, если он был бы подвышенный. Если бы, блин, он. Вот у бензина. Это не турбина, не насос, ничего. Что сказать, мультиван приятнее. Вот эту машину, по факту, можно взять, наверное, что-то там, масла поменять, фильтра. Ну, я думаю, на диагностику, да, поехать, сразу проверят. И все, и на ней реально можно ехать путь. Но она уже 6500. Вопрос, насколько тебе надо движущее это сидение, учитывая, что его не так тяжело сделать. Зачем, ну, надо ли столик, то его так же не тяжело сделать. Ну, зато это мультиван. Конечно, годы. И он 93-го года. Он старее, чем мой был Мэрс. Ну, зато он идет приятнее, быстрее. Газ. Есть экономичность. Есть экономичность. Пропана можно заправиться в Европе. Он будет дешевле, чем бензин и дизель. Соответственно, на этой машине выгоднее ехать будет по Европе, чем на бензинной и дизельной машине. Это плюс. Есть еще интересный аналог, наверное, 4-го базы. Это Fiat. А какой Fiat? Doblo. Doblo, да? 2 литра. Блин, ну что, такая тоже прикольная тема. Skuda. Ну, главное, что он свеженький. Даже вебаста. А он дизельный, да? Да. Блин, ну вообще, такая прикольная машинка. Кстати, такой вариант неплохой. Смотрите, друзья, еще одна интересная база. Hyundai Microbus H1. Правда, вот этот экземпляр, это тюнингованный. Аккумулятор сел. В общем, микроавтобус H1 Hyundai. Мне кажется, тоже неплохой вариант. Он закрытый. Это как внедорожник, он полноприводный. У него здесь есть и автомат, двойки. Мы видим, что, в принципе, достаточно большое пространство. Ну, наверное, да, он по габаритной части будет, как и, в принципе, Т4. Блин, ну, надо посмотреть, сколько они в интернете стоят. И, в принципе, почему бы и нет. В принципе, вот проанализировав так рынок бэушных H1, я понимаю, что, да, он конкурентен. И он по кузу получше. Даже год немножко будет свежее, чем у Т4. Ну, по надежности надо еще смотреть отзывы. Ну, а по размеру, в принципе, это тот же тычек. Блин, ну, за 3, за 3,5 тысячи долларов можно купить. Надо попробовать протестировать. Все, друзья, продолжаем изучать, какие есть возможные доноры. Некоторые, как даже не слышали о таком варианте, не знаю почему. Но в мотоциклитном мире донор, это значит, типа, технику, с которой ты будешь что-то устроить дальше. Еду сейчас смотреть Mercedes Vita. Хоть многие говорят, что это не Mercedes, другие говорят, что он очень гниет. Но он поприятнее и война между Т4 или Mercedes Vita продолжается до сих пор. Посмотрим Vita. Я и на том дальней расстоянии катался, но Vita поприятнее по салону, поприятнее по панели. И на ней приятнее ездить далеко. Так что едем сейчас, посмотрим, как выглядит Vita и стоит ли ее брать. Так, ну вот он, Mercedes Vita. Беда бедой. Так, фары ставили, да линзы какие-то. Я, и зазоры не выставлялись, ничего. Были, посмотрели. А, да, уже? Класс. Это уже меняли. Я даже зазоры не ставил, честно. Не убирал. Вот после охоты срач, как есть, так, ну. Ясно. Да и красные, если честно, вот просто от них им дело. Я машинами раньше занимался, ну, скажу, как есть. То есть, так, типа. Ну, да, да. Это уже потолок перешивали сами, да? Да. Ну, вот так вот. А что по сиденьям? Еще ряд есть? А не ряд, два. Понял. Ушатанная в хлам. Пять тысяч долларов. Пять тысяч баксов. Не. Блин, ну, конечно, сейчас смотришь так... Ну, Vita поприятнее. Вот реально, она приятнее сидишь, приятнее, ну, видно, что ехать. Я ездил на них тоже по Европе, катался лучше, чем Т4. У меня, кстати, был такой момент, что я ездил, что на Vita, наверное, около 600-700 квадратов, что и на Т4. Конечно, на Vita поприятнее. Тэчик чуть похуже и поуже. Можно искать винток. Осень. Листья с деревьев сбросят. Сегодня 9 градусов, хоть можно чуть-чуть прокатиться. О, блин, вот это, конечно, такой классный мини-юанс, смотрите, здоровый конь. Но дорогое. Тэчик, конечно, популярный. Мы сейчас едем с вами посмотреть еще несколько вариантов. Есть проектный, скажем, на зиму, Hyundai H1 за 1000 долларов, нерабочий, с сломанным двигателем. Есть второй вариант, не такой он уже, красный. Второй вариант это Т4. Да, кстати, друзья, если вы пишете комментарии, учитывайте, что белорусские рынки, они как бы ограниченные. Мы не можем ставить на учет права руки машины, хоть, например, японцы я бы себе бы взял. Вот, еще, кстати, одно из растурост таких, это помимо, что сейчас очень сумасшедшие цены на любые перелеты, также есть проблема в том, что сейчас очень дорого это жить, отели реально очень дорогие. К сожалению, не могу я сговорить со своей супругой, ну, ей не кайфово в этой теме, то есть ей кайфово, конечно. Хочется жить, скажем, повыше уровня, а не, вот, как я уже говорил ранее, венлайфом. Да, путешествовать супер хочу, но жить в отеле хочу, а не жить в машине. Вот, поэтому и получается такая проблема, что вроде бы микроавтобус круто, можно в нем жить, как у меня был, есть, но такой же базе сделать, либо на спринтере. Но я-то готов, а вот она и сын не очень. Ну, сыну пофигу, но все же. Поэтому, друзья, надо мириться с этим и рассматривать вариант с тем, с той точки зрения, что, как мое окружение или ваше окружение будут относиться к путешествиям на дмах на колесах на длительный срок. Кому-то будет нравиться, кому-то нет. Их за это, кстати, винить нельзя. Они здесь не виноваты, это ваше увлечение и ваше хобби. Ну, вот есть вот такой транспортер. Видно, что несколько рядов, но шторки имеются сразу вон. Видно, что красили его ужасно. Смотрите, здесь замазаны резинки. Окна не открываются. Но очень большой бонус, смотрите, 1 плюс 1. Одно из требований, которое я хочу. Зеркало подломано. Тут что-то варилось, сделалось. Ну, кстати, по внешнему виду он не ушатанный, так как некоторые другие я видел. Ну, он в сдутии есть. Ржавчина, арку надо делать на железках. Тут какие-то вмятины. Зазоры в багажнике тоже есть вопросы. То есть, возможно, проблемная дверь. Так, а там у нас тройка получается. Да. А двойка и тройка. Ну, что, в принципе, в принципе, неплохо. Газ, бензин. Вроде как 200 тысяч пробега. Вроде ничего не делали. Он как бы пригнан с Европы. Один только владелец. Механика. Руль вроде не убитый. 4 тысячи долларов он хочет. Вон, зазор, кстати, резинки надо. С дверью есть вопросы. Просевшая. Крыша что-то вздувается. Вот. Но здесь надо будет делать диван. Нормальный. Ну, вот так более-менее транспортер. Но, опять же, это короткая база. Есть такой же, только удлиненный. Я, кстати, до одного не могу дозвониться. А есть еще подвышенный. 6500 хотят за него. Дизельный мотор. Хорошая, вроде бы, ухоженная машина. Ну, блин, 6500. Я вот уже обсуждал, рассуждал. Вот представим, что ты покупаешь машину. Хочешь из него сделать дом на колесах. Не знаю, может быть, у вас поднимается рука. У меня не очень. Мне что-то как-то, если машина какого-то вот ценового диапазона, вот как здесь 4, мне ее резать, как бы красить, перекрасить, что-то там самодельничать, уже как-то не очень хочется. А хотелось бы, конечно, сделать как по теме Калифорния. То есть это дома на колесах. Сделать, чтобы поднимающаяся была крыша. Ну, и как-то более комфортнее было ездить. Именно, даже, ладно, не комфортнее не ездить, а стоять, ночевать. Поэтому, и, конечно, возникает момент, что, блин, дорогую машину взять, но по переделке она будет минимальна. И будет все модульное, чтобы вот поставил, поехал, приехал, снял, продал. То есть такие есть варианты, модули для такого формата машины. И с мойкой, и с умывалкой. Есть наружного, есть внутреннего. То есть, ну, это не такая большая проблема, но можно сделать. Вот, а когда ты берешь машину там 2-2,5, то как бы не так жалко, и можно кромца делать с нее, и смотришь что-то даже из нее, и выйдет хорошее. Сейчас мы поедем посмотреть проект, лодку, уже лодку, машину за тысячу долларов. Шел в стояночку от Sony. Смотрите, такой Fiat Ducato старый. Смотрите, какой убитый Ford Transit. А-та-да-да-дам! Это нам, пожалуйста, модели Hyundai H1. Это единственная машина, которую я нашел сейчас за очень дешево. Тысячу всего лишь долларов, которую можно вот взять. Значит, вроде как мотор гакнулся, его хотели делать, он простоял на улице и весь заржавел, так что замена мотора. Вопрос, есть ли какие-то навесны или нет, это тоже такой момент. Что касательно обработки его, то есть, там что-то надо менять делать у него. Видим, лобовичок. Говорят, что Hyundai это недоцененный Т4, типа, довольно хорошая машина. Вот, например, крыло надо менять. Но я бы не сказал, что оно там прямо сильно гнилое, да. Но, возможно, что-то внизу. Что сказать здесь? Здесь стоит газ, пропан. И, ну вот, если брать по кузову, то, конечно, он, мне кажется, меньше, чем Т-чик. Как-то кажется, что меньше. Здесь вот эти сидения, они заводские откидываются ровно. И вроде эти откидываются, и получается одна большая кровать. Но из фишек... А, двери нету второй. Обычно еще двери. То есть, окна все открываются. Ранее в Т4 такого нету. Здесь можно спокойно сделать подъемную крышу. И вопрос только что базы. То есть, можно сидение по ширине уменьше сделать здесь полку. У тебя, получается, будет вот этот сектор. Это каких-нибудь для кухонной принадлежности. Для чего-то. Вот. А там ты, получается, будешь ехать и жить. Не, ну вот так смотришь, что, как бы, по сравнению с Витой, Вита, вроде, кажется, побольше. Конечно, мне кажется, что Т4 больше, да? Вот если прикинуть, то по высоте, ну, реально больше. И по длине. Раз, два, три, четыре. Ну, сантиметров 20. Но высота у него чувствуется. Где-то минимум, ну, метр восемьдесят он будет, а? Тут же мы можем видеть, что она ниже. Но, возможно, что не так она ниже, но все равно ниже. Он ниже, да. И по длине он меньше. Но он такой более дутый. При том, что годы почти одинаковые у него. По сидениям он, я думаю, будет поприятнее. Так что, имейте в виду, вот такие есть выборы небольших машин. Можно что-то, конечно, подороже купить. Это Рено Мастер, Опель. Но, насколько оно нужно, более свежая машина, вроде бы, да, там, за 7-8 тысяч долларов можно, в принципе, приобрести. Ну, а что касательно, на чем остановился я, пока не знаю. Так что, до новых встреч. В следующем видео попробуем уже и принять решение, либо вообще куда-то поехать. Либо забить болт, раз пока не получается что-то придумать. Ладно, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok